Это новости на ТНТ. В студии Екатерина Кравцова. Здравствуйте! И вот главные темы выпуска. Ломать не строить. Вандалы разгромили молодежную аллею. Когда огонь стал частым гостем, сотрудники пожарного надзора вышли на откровенный разговор с домовладельцами частного сектора. Стальной удар, серебряные медали. Двое воспитанников Березняковского отделения Киокусинкай Карате вернулись из Анапы с престижными наградами. Начнем выпуск с неприятного происшествия. Две недели назад мы рассказывали, как в Комсомольском парке вандалы посягнули на новый сквер. Сегодня ситуация повторилась и на молодежной аллее. Галина Николаевна и ее знакомы пытаются поднять спинку лавочки, но безрезультатно. Восстановить это смогут теперь только профессиональные сварщики. Каким надо быть вандалом, каким надо быть не человеком, чтобы вот это за сегодняшнюю ночь, вот это вот все сделать. Вы знаете, вчера еще было все нормально, а вот сегодня надо какую силу приложить, чтобы сварные вот эти детали все согнуть. Алкоголь и плохое воспитание – вот причины этих бесчинств, считает Галина Николаевна. Подобную картину наблюдали две недели назад и в Комсомольском парке. Тогда благоустроители написали заявление в полицию. Но пока стражи порядка виновников не нашли. Ну, милиция должна патрулировать участки какие-то, правда, особенно вот такие вот. Кстати, группа дополнительного патруля, добровольная народная дружина, уже собрана, но на улицы города еще ни разу не выходила. Все упирается в деньги. Однако, как уверяют чиновники, проект постановления Бермского окрая на последней стадии согласования. Как только это появляется, деньги приходят на территорию и ДНД начинает работать. Мы рассчитываем, что в сентябре месяце этот порядок будет. Сентябрь уже наступил и вполне вероятно, что скоро в городе с появлением дружинников станет спокойнее. Ну, а пока у горожан есть свои соображения насчет того, как наказывать уличных хулиганов. Нужно просто взять и выпарать. Раз или два. Вот третий раз точно не будет делать. Екатерина Кравцова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Огнеборцы бьют в набат. В Березняках только в сентябре произошло четыре крупных пожара в частном секторе. Чаще всего стихия бушует из-за неосторожного обращения с огнем. А что еще может стать причиной большой беды, смотрите прямо сейчас. Тихо, тихо, тихо. Эти кадры мы сделали буквально неделю назад. Частный дом на Нартовке вспыхнул за одно мгновение. К счастью, никто не пострадал. А вот материальный ущерб до сих пор подсчитывают. Предупрежден, значит вооружен. Избитая до боли фраза сегодня может стать спасительной. Сотрудники пожарного надзора объединились с управлением гражданской защиты. Совместный рейд по частному сектору – это очередная и очень нужная попытка во всех смыслах достучаться до людей. За сентябрь месяц у нас было уже 4 пожара в частном секторе. Поэтому мы устраиваем вот эти ежегодные рейды по частному сектору. Напоминаем жителям правила безопасности, меры безопасности проживания в частном секторе. То есть какая должна быть придомовая территория, как правильно следить за печкой. Улицы Островского, Щерса, Маяковского. В списке десятки адресов. Правда, не во все двери удалось достучаться. Для тех, с кем не встретились, сотрудники госпожарного надзора повторили самые элементарные правила в интервью нашей телекомпании. При использовании печного отопления не допускается розжига данных печей легковоспоменяющимися жидкостями. Не допускается оставлять открытые дверцы печей. Возьмите памятку, почитайте, вспомните, чтобы не нарушать, чтобы не было у вас пожара. Но, как показал рейд, многие эти правила не соблюдают. Александра Ивановна ждет в гости правнуков. А такие встречи без баньки не обходятся. Как раз ее заботливая бабушка и топит. Признается, парная не новая. Именно поэтому за печкой следят исправно. Затопил поглядывать, чтобы все нормально шло. Александра Зеленина, Елена Суханова, Станислав Атаманов. Новости на ТНТ. В Перми зарегистрирована компания вертолетного такси. А избирком утвердил итоги выборов губернатора Пермского края. Далее наша постоянная рубрика «Новости коротко». На Пермский край надвигается смертельный вирус. Вспышку свиного гриппа эпидемиологи прогнозируют уже в ноябре. Пик заболеваемости придется на январь следующего года. Этой зимой специалисты предсказывают более тяжелое течение эпидемии, нежели в прошлом году. Дотации на питание в школах Прикамья будут увеличены на 15%. Краевые власти распорядились выделять больше средств на школьные завтраки и обеды для детей из многодетных и малоимущих семей. На эти цели дополнительно предоставят около 220 миллионов рублей. Окануне Дня народного единства 3 ноября по всей России пройдет большой этнографический диктант. Участники культурной контрольной работы пройдут тест из 20 вопросов о национальностях России. И ответят на 10 вопросов о традициях и культуре народов Прикамья. Проверить свой уровень этнографической грамотности могут все желающие. Новости коротко подготовил Дмитрий Сидельцев. Кстати, ученые Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили, что россияне плохо знают историю России и путаются в датах. Мы решили провести краткий опрос на исторические темы из школьной программы. А вы смогли бы ответить на эти вопросы? В каком году было крещение Руси? В 981 году. В 960. Ой, не знаю. А кто крестил Русь? Так, Ольга. Ой, нет, это я ничего не знаю. Князь Владимир. Сколько длилась Столетняя война? Не знаю. Сто лет. Не сто лет, это точно. Сто лет? 123 вроде. А когда отменили крепостное право? В 18 веке. В 1881. А, не 61 вроде. Это когда Юрий Вдень, наверное. 61-го. Образование СССР. Образование. Да, когда оно образовалось? Я не знаю. Я только знаю, когда оно распалось. В 22-м, наверное. Когда распад СССР? В 91-м. Где-то 96-й, по-моему, год. Как звали первого президента России? Ельцин? Ой, Ельцин. Нет, подождите. Путин. Нет, какой Путин? Ну, там Ельцин был. Ельцин. Борис Ельцин. Когда был образован Пермский край? Это было годы Тарина Сады. Лет, наверное, 6 в Пермскому краю. В 2003-м? А в каком году появились Березняки? В 32-м. В 85-м в этом году же юбилей был. Значит, это минус 2017-й. В 32-й год. В 32-й год. Сегодня подошел к своей середине первый месяц осени. Судя по прогнозам синоптиков, ждать возвращения по летнему солнечных дней уже не стоит. А значит, стоит начать пополнение рациона полезными витаминами и микроэлементами перед предстоящей зимой. Самый вкусный источник разнообразных полезных веществ – мед, известный человеку своими удивительными свойствами с древних времен. Именно это сладкое лакомство янтарного цвета помогает укрепить иммунитет и создает надежную защиту от болезней. Мед полезен как взрослым, так и детям. Есть меда, который будет полезен для желудка. То есть это мед с расторопшей, очень полезен для желудка будет. Также мед с прополисом. Это не только желудок, но и простудные заболевания, и щитовидка. Также хочу сказать, что для людей, страдающих сахарным диабетом, это мед с белой кацией. Укреплять наш с вами иммунитет вновь помогают старые знакомые из Башкирии. Выставка продажа меда пасеки Кучаевых расположилась в привычном месте – в торговом центре «Оранжмол» на первом этаже. Как всегда, здесь огромный ассортимент меда разных сортов. Натуральный сладкий конфитюр, богатые микроэлементами пыльца и перга. И снова башкирские пчеловоды балуют березняковцев щедрыми подарками. При покупке двух килограммов меда, третий вы получаете абсолютно бесплатно. Успевайте! Выставка продажи пасеки Кучаевых будет работать в Березняках ежедневно до 24 сентября. Перейдем к новостям спорта. Наши каратисты сильнейшие в России. Воспитанники березняковского отделения «Киокусинкай Карате» заняли места на пьедестале почета всероссийских соревнований. Ребята только приехали из города Анапа. Евгения Кокшарова встретилась с восходящими звездами спортивного Олимпа. Четкие движения и пронзающий взгляд – визитная карточка Максима Ли. Этот карате-пацан показал свое мастерство на всероссийских соревнованиях в Анапе и занял второе место. Максим Ли – однофамилия звезды восточных единоборств Брюса Ли. Но добиться успеха помогло не звучное имя, а упорство. И даже невысокий рост, хотя в карате это считается недостатком, работает на Максима. То, что ты быстрее соперников, более высокие соперники, они не повротливы. Ты можешь их закручивать и выигрывать по активности. Вместе с Максимом на престижные состязания ездили еще двое юных спортсменов. Савелию Томашевскому 13 – это его первые статусные соревнования и серебряная медаль. Для него настоящий прорыв. Парень признался нам – карате не раз выручало его в обычной жизни. Помогают в школе, когда, допустим, всякие мальчики начинают выпендриваться, можно не сказать так. Помогают иногда на улице. Бывали такие случаи, когда давала в порт? Да. На соревнованиях побывала и Ульяна Зырянова. 15-летняя девушка – одна из самых сильных каратисток в городе и входит в сборную края. Правда, на татаме в Анапе ей не повезло. Я дралась минуту, минута прошла, и мне девочка попала в голову. И судьи засчитали ей как бы по победе. А так, в принципе, бой отозрелась более-менее хорошо, концовку хорошо сбила. Кстати, мы застали ребят на первой тренировке после соревнований. И их гуру Алексей Попов ребятам спуску не дает, ведь на воспитанников у него большие планы. Максим, Ли и Мосова Маша будем готовиться на Европу, которая будет проходить в мае. А Савелий не так? А Савелий надо на Россию, чтобы они показали высокие результаты. Потом уже будем думать. По традиции, каждую победу каратисты отмечают вместе, поэтому после тренировки чаепите. Ведь поддержка друзей – это еще одно слагаемое успеха. Евгения Кокшарова, Станислав Атаманов. Новости на ТНТ. Лето закончилось, а это значит, что сезону отпусков большинство березняковцев тоже помахали рукой. Впереди осень, работа, дом, куча забот. Но вот отдохнуть после рабочего дня в своем уютном гнездышке просто необходимо. Александра Зеленина подскажет, что поможет расслабиться и зарядиться жизненной силой в стенах собственной квартиры. Отдых словно на Бали, в условиях городской квартиры. Нет, это не шутка. В чем секрет? Во-первых, в невероятной нежной ткани обивки. Во-вторых, в наполнителе. Внутри дивана с говорящим названием Бали латексированный пенополиуретан. Именно он подстраивается под анатомические особенности сидящего и при этом не теряет форму долгие-долгие годы. Качественный, мягкий, словно облако диван. Вот что поможет уставшему телу расслабиться. К тому же он с легкостью трансформируется в полноценную кровать. Да что уж тут современные диваны так искусно выполнены, что они и тело, и душу радуют. Это же настоящая мягкая радость, а внутри независимый пружинный блок. Это значит, что каждая пружинка живет в отдельном мешочке. Производители стараются довести свои произведения диванного искусства до совершенства. Познакомьтесь с новинкой «Стильная модель Level». И скидка на нее головокружительная – более 20%. Этот диван позволяет неплохо сэкономить место в вашей квартире, так как он имеет несколько ящиков для хранения, которые по своей вместительности позволяют заменить целый шкаф. Создать уникальный интерьер сегодня проще простого. Вам в помощь модульные диваны и кухни по индивидуальным заказам. Цвет, форма, вместительность. Специалисты помогут хозяюшкам воплотить в жизнь кухню мечты, чтобы каждый момент в любимом уютном гнездышке радовал. И даже приготовление еды доставляло удовольствие. Мастер выполнит замер. Дизайнер составит вам индивидуальный проект. Это бесплатно и ни к чему вас не обязывает. Заказ исполняется в течение двух недель. К тому же при заказе от 8 тысяч бытовая техника в подарок. Мебельный салон «Счастье в дом» работает только с лучшими поставщиками России. А это гарантия качества. Кстати, новоселом микрорайона Любимов доставка мебели до нового жилья абсолютно бесплатна. Салон «Счастье в дом» поможет сделать ваше семейное гнездышко по-настоящему счастливым. Александра Зеленина, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Вы смотрели главные новости города. Впереди вас ждет премьера фильма, посвященного 20-летию автотранспортного предприятия Владимира Железова. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и отличных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин